Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами затронем важную тему гарантированного питания и героем этого обзора будет источник бесперебойного питания постоянного тока с изменяемым напряжением на выходе. В отличие от наиболее распространенных устройств такого класса, так называемых компьютерных, которые дают вам время сохранить данные и корректно завершить работу при отключении света, в герое обзора нет розетки переменного тока на 220 вольт. Он работает с постоянным током напряжениями в диапазоне 12-24 вольта. Включается между штатным блоком питания, например роутера, и самим роутером. Такая схема позволяет избавиться из лишних потерь энергии при преобразовании в переменный ток напряжением 220 вольт. Особенностью этой модели является возможность плавной регулировки выходного напряжения с шагом в одну десятую вольта. Для меня это было необходимое условие, так как блок питания моего роутера дает 19 вольт. Перед тем как мы начнем, попрошу вас подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше, и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей. Модель DU3S50, тип аккумулятора в литий-ионное. Заявленная емкость 55 ватт-часов. Условно говоря, нагрузка мощностью 55 ватт может проработать 1 час. Диапазон выходного напряжения от 12 до 24 вольт с шагом в одну десятую вольта. Внешний блок питания 12-24 вольта. Разъемы на входе и выходе 5,5 на 2,5 миллиметра. Максимальный ток на USB 2 ампера. Длина кабеля 113 сантиметров. Размер 175 на 65 на 40 миллиметров. Приехало устройство простой картонной коробки, по схематическому изображению надписи UPS, можно догадаться что там внутри. С упаковкой все отлично, как видите все проложено защитными вставками, надежно. Все приехало в полной целости и сохранности, можно не волноваться. Герой обзора заключен в металлический корпус, который выполняет задачу рассеивания тепла. На верхней части надписи на китайском и указаны три напряжения 12, 19 и 24 вольта. На одной из сторон находятся все органы управления и экран вольтметра. Под экраном находится вход для блока питания, слева от которого регулятор выходного напряжения. Ниже выход USB и переключатель батареи. Включим его и устройство перейдет на питание от встроенного аккумулятора. На экране отображается выходное напряжение. Внизу находится 5 светодиодов, четыре из которых отображают уровень заряда батареи. Еще один, он находится под выключателем, предпоследний в ряду. Это индикатор заряда. Светится красным, когда заряжается и голубым, когда заряжен. С другой стороны, кабель длиной чуть более одного метра, который включается в то устройство, которое требует бесперебойного питания. Разъем на вход и выход один из наиболее распространенных 5,5 на 2,5 мм. Такой же используется у очень многих устройств. К моему роутеру Asus RT-AC88U все подошло без необходимости применять переходники. На нижней части устройства указано название модели и параметры про которые я уже сказал. Емкость 55 ватт часов, это 15000 мАч для напряжения 3,7 вольта. Требования для блоков питания и максимальные выходные токи, но для напряжений 12 и 19 вольт про 24 ничего не написано, хотя устройство работает и с ним. Судя по наклейке, мой экземпляр совсем свежий, сделан в этом же месяце, декабре 2022 года. Корпус держится за счет боковых крышек, каждая из которой крепится четырьмя саморезами. Со стороны выходного кабеля находится аккумуляторная батарея. Со стороны входного разъема и экрана электронная часть с DC-DC бустером, благодаря которому и повышается напряжение. Некоторое время назад я делал пост на своем телеграмм канале, ссылка в описании, про это устройство. И в его комментариях, один из владельцев поделился фотографиями его полной разборки. Поэтому я не видел смысла разбирать корпус своего экземпляра, устройство одинаковое. Кому интересно, тут используется сборка из шести попарно установленных литиевых аккумуляторов емкостью по 2500 мАч, что в сумме дает 15000 мАч. Сборка же имеет выходное напряжение 11,1 вольта и 5000 мАч. Перейдем к тестированию. Я взял один из своих блоков питания, которые я использую как раз для таких целей. Он отдает на выходе 12 вольт и ток до 5 ампер. Давайте посмотрим как это работает. Блок питания сейчас не подключен. К выходу бесперебойника подключаю LED ленту. Включаю аккумулятор и лента начинает получать питание светиться. Выключаю. Теперь блок питания. Лента работает напрямую от него. Но функция бесперебойного питания сейчас не активна. Включаю аккумулятор. Теперь устройство работает как бесперебойник. Лента светится и без внешнего блока питания. Еще один опыт. Аккумулятор установлен на 12,4 вольта. Подключаю блок питания на 19,1. Такое же напряжение теперь на выходе бесперебойника. Если его отключить, напряжение падает до 12,4. Включаем назад 19,1 вольта. А чтобы выровнять напряжение на аккумуляторе и блоке питания, нужно изменить его при помощи подстроечного резистора. Крутим до получения нужного значения. Нужное мне 19 вольт. А вот верхний предел 24 вольта. Подключаю блок питания на 12 вольт, выходное напряжение остается 24 вольта. Но часть энергии расходуется на работу DC-DC бустер. Проверим USB выход. При заявленном максимальном токе в 2 ампера, просадка по напряжению есть, но в пределах нормы. Для большинства устройств, таких как IP, камеры, шлюзы, сетевые координаторы, датчики и актуаторы, будет достаточно. А теперь проверим сколько бесперебойник сможет проработать на основном выходе. Для тестирования я буду использовать напряжение установленное по умолчанию 12,4 вольта. В таком режиме будет максимальная эффективность. На более высоких выходных напряжениях часть энергии будет тратиться на его повышение. Вот так выглядит мой тестовый стенд. Я использую USB тестер подключенный через самодельный переходник и настраиваемую нагрузку с активным охлаждением. Мощность я решил установить на 10 Вт. Подавляющее большинство бытовых роутеров потребляют существенно меньше, это уже уровень мини ПК. Например мой Beelink редко когда тянет более 7-8 Вт. Вот так проходил процесс разрядки. Это самая длинная часть моих тестов, которая заняла не один час времени. Но в данном случае чем дольше тем лучше. Еще для проверки, я на пару минут повысил нагрузку до 30 Вт. Напряжение просело до 11,5 Вольт, хотя тут скорее сыграл фактор тонких проводов, так как на экране бесперебойника оставалось 12,4 Вольта. Еще фото по ходу тестирования. Прошло уже почти 3 часа, все работает. Вот наконец гул вентилятора нагрузки затих, бесперебойник отключился. Давайте посмотрим сколько энергии прошло через тестер. Нагрузка проработала чуть более 4,5 часов. Бесперебойник смог отдать 47,3 Вт часа энергии, что составляет примерно 86% от заявленных 55 Вт часов и это хороший результат. Нужно понимать, что это сильно зависит от типа нагрузки. На более мощных КПД будет ниже, особенно если нужно будет поднимать напряжение. На менее мощных возможно будет результат немного лучше. Полная зарядка аккумулятора с нуля занимает по моим наблюдениям около 5 часов. Блок питания должен быть достаточно мощный, чтобы одновременно и заряжать аккумулятор и питать подключенную нагрузку. Обычно они имеют запас, но этот момент тоже нужно иметь в виду. Бесперебойник достаточно интересный, мне понравился возможностью плавной регулировки выходного напряжения, что в моем случае вызвано необходимостью моему роутеру на до 19 Вольт. Неплохая емкость, достаточная для поддержания в течение нескольких часов работы роутеров, мини ПК, IP камер, можно использовать для светодиодного освещения. Понравилась легкость установки благодаря стандартным разъемам 5,5 на 2,5 мм. Первое впечатление хорошее, дальше буду наблюдать как он покажет себя в длительной эксплуатации, буду надеяться что не подведет. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылку на устройство, показанное в обзоре, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok